Давайте немного окунемся в прошлое и вспомним, каким был Юрий Гагарин. Для этого наш корреспондент пообщался с первопроходцем в отечественной космонавтике, почетным гражданином города Казань. Смотрим. Урал Нуревич Закиров был в числе инженеров, проектировавших спутники, включая и первый пилотируемый «Восток». В 1959 году Урала Закирова приняли ВОКБ-1, одно из ведущих предприятий космической промышленности СССР и России, основателем которого был Сергей Королев, создатель советской ракетно-космической техники. Урал Закиров стал работать в знаменитом девятом отделе ОКБ-1. Именно там был спроектирован «Гагаринский Восток». Впервые Урал Закиров увиделся с Юрием Гагарином в марте 1961 года, за месяц до полета. Тогда на рабочем месте встретились кандидаты первого отряда в ожидании Королева. За стол Урала Нуреевича сел молоденький офицер. Это был Юрий Гагарин. Я задал вопрос о его личной готовности к полету. Ответ у него был таков. Я готов выполнить задание страны. Это было сказано с такой гордой уверенностью, что не было сомнения, что он так и поступит перед великой неизвестностью. И побывать в космическом пространстве впервые. Дальнейшие рабочие встречи состоялись в 1967 году на космодроме Байконур и в Центре управления в Евпатории. Урал Нуреевич тогда участвовал в подготовке аппарата на космодроме для запуска в сторону Луны. По рекомендации руководителей испытаний, Урал Нуреевич читал лекцию Юрию Гагарину. Там же, о последней нашей встрече 27 марта 1967 года, друзья-космонавты отмечали его день рождения. Запоздалый Гагарин был образцовым и дисциплинированным человеком. И после встречи с друзьями пришел на работу, где мы и встретились. Я его тут же поздравил с днем рождения. Я сказал, что желаю, чтобы он первым сел на Марс. 27 марта 1968 года Юрий Гагарин погиб в авиационной катастрофе, выполняя учебный полет на самолете под руководством опытного инструктора Владимира Серегина. В этот страшный день Урал Нуреевич встретился со знаменитым летчиком, членом аварийной комиссии Сергеем Анохиным. Тогда он рассказал о причине трагедии – потере пространственной ориентировки. В память о погибших в 1968 году был осуществлен старт аппарата «Зонд-5», который облетел Луну.